отсюда ну давай так мы приехали в город шимкент и сегодня мы снимаем блог о шимкенте спасибо хорошего спасибо шимкент глазами туристов вкусно это у вас какой вкус мы же уже заказали не знаю на каком моменте камера выключилась минус экшен камер зарядка ненадолго хватает у нас нет сменной батареи приходится от пауэрбанка заряжать вот это жесть вот такие бесстрашные девушки шимкенте купили мороженое нашли подписчиков вот такая замечательная самса есть до перчик уксус я я люблю туда добавить перчика внутрь и и если есть уксус мне нравится вот так у нас шимкенте добавляют перчик и получается замечательно пауэрбанка японии японии я тоже так смотрю что я думала или корея или китай японии спасибо даже в таиланде мы ходили у алены интересовались джапонис я молчу чтобы не выдать ну пусть считает что из японии тем более у алены есть японская кровь седьмая вода на кассе на киселе но есть там шикарно сочная налоговая так с этого перекрестка если вы повернете направо то попадете очень красивый сквер около рынка озера называется если вы пойдете налево то в одном квартале там готовят замечательный плов а также другие блюда а по пути авиатур агентство зета тур где вы можете приобрести забронировать авиа жд билеты либо отправиться из шимкента куда-нибудь к морю в общем по любым направлениям что мы дальше видим дальше мы видим турецкое кафе анкара где мы пробовали шашлык там такой роскошный шашлык очень много видов но кроме шашлыка также есть очень много это блюд турецкой кухни это пиде лахмаджу чечевичный суп там еще много всяких разных блюд но сюда мы не будем заходить так как во первых мы сыты во вторых мы еще в процессе поедания здесь кстати классное мороженое из козьего молока турецкое мороженое одно из самых вкусных морожен но это наша филармония напротив которой вы также можете взять коже который стоит 100 тенге ну и бобить кваса дальше мы проходим до перекрестка и поворачиваем налево а там попадем в очередной парк вы видите сколько парков в Шимкенте до встречи в парке ты с этой стороны иди с этой стороны иди с этой стороны иди буквально 3-4 минуты от филармонии и вот мы уже подошли к центральному парку как видите уже здесь начинается красота построили здесь такое великолепное здание жилой дом не знаю как они получили разрешение построить дом на территории парка ну вернее знаю но все равно не знаю было бы классно жить в этом доме ах какая красота видите сколько зелени сколько деревьев у нас в Шимкенте а позади нас педагогический университет вроде бы да педагогический университет их у нас два вообще Чимкент советское время славился тем что здесь очень много учебных заведений много вузов считался городом студентов если вас приспичило сходить то налево пожалуйста платный туалет вузов какое чистое в советское время Чимкент был промышленным городом и воздух засорялся у тебя сотка звонит шинным заводом свинцовым заводом химф фосфорным заводом не знаю на каком моменте камера выключилась минус экшн камер зарядка ненадолго хватает у нас нет сменной батареи приходится от пауэрбанка заряжать ну в общем мы в центре центрального парка как вы видите очень много зелени парк старый но совсем недавно обновлен как вы видите все чистенько аккуратненько облагорожено вот старого парка что здесь осталось вот эти олени остались от старого советского парка да ну и как вроде бы все что осталось пойдем так там также фонтанчики фонтанчик одуванчик называется здесь был вечный огонь в советское время сейчас посмотрим что сейчас здесь ну огня нету братская могила вот воздух воздух какой свежий на это что за непонятная конструкция для объявления для объявления картина галерея ну больше похоже что для каких-то объявлений а сделают как доску объявлений да посмотрим позже что это свободненько можно здесь передохнуть никто никто вам ничего не скажет полежать а когда то здесь были легендарные хот-доги кафе я даже не помню как называется но со всего города приезжали именно в это место вкуснейшие вкуснейшие хот-доги не знаю как они их готовили так но очень вкусные были одно время я болел шахматами вот здесь сейчас шахматный клуб ну и так же очень много шахматистов сидит это вроде бы такая игра сидя на месте по полчаса сидишь в одну точку упершись вроде бы ничего не происходит но на самом деле там в голове такие баталии происходят столько вариантов ходов столько вариаций целый год я играл по 10 часов в день меня ничего не интересовало кроме шахмат я играл в шахматы интересовался только шахматами я жил шахматами но переболел потому что ну нет предела бесконечно можно играть и никогда ты всего не познаешь никогда не достигнешь высот если даже и достигнешь то это ненадолго обязательно обязательно найдется как говорят на на любой лом есть другой лом что ли что-то такое не помню мы мы вышли из центрального парка и всего лишь в трех минутах пути отсюда следующий парк в советское время он назывался пионерским парком в настоящее время он называется парком Кенбаба там кстати есть горки скатнемся можно перед этим надо сходить в туалет это очень важный момент чуть-чуть мы не дошли до парка Кенбаба вот он за перекрестком и увидели здесь гонконгские вафли я я как-то угощал своих друзей этим мороженым но сам не пробовал алена вообще впервые видит сейчас 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 мы мне кажется вкусные с каким вкусом выберем сейчас попробуем там у них ассорти можно взять звук там кафе минутка выглядит конечно очень аппетитно банан вишня да здрасте средний большой не попадается ассорти тоже да можно среднего большое большой ассорти да можно сделать либо стакан либо рожок не рожок Это рожок, отдельно рожок стоит 250 тенге, да? Нет, с мороженым. Нет, а вот этот вафельный стакан. Это 700 тенге? Да, вот 700 тенге. А я еще... Если подождем, то мы сделаем. Подождем? Если подождем 10 минут, они сделают. Все, все. Одно, да, подождем. Это на заказ, получается, тут делают отдельно вот это. Вот это вафлю по гонконгскому рецепту, наверное. Готовят, да? А так обычный рожок, кстати. Ну, в общем, насчет покушать в Чимкенте без проблем. Почти что любой квартал, любой перекресток 700 тенге. А мы покупали за 800 и нам ассорти делали. За 800? Да. Ну, попробуем. Какой возьмем? Или шоколад? Не знаю. Какой тебе улыбается больше? Не знаю даже. Какой вкусный. Они все так аппетитно выглядят, все улыбаются. Ну, на самом деле, они вот как на картинке, так они и в жизни. Даже в жизни красивее. Вот эти, наверное, 250, но даже не простые. Вкусно? Это у вас какой вкус? Что-либо нас есть. Не, мы же уже заказали. А нет, а мы же не знаем с каким. Мы только рожок заказали. А это же не заказали мороженое какое. Мерметик. Сливочный, шоколадный, баблгам, банан. Сливочный, шоколадный, баблгам, банан. Так. Вот такой красивый стаканчик получается. Вау. Один стаканчик можно съесть. Все? Да. А вам какой? Сливочный, шоколадный, банан. Банан. Мясный такой. Да. Где-то это акантанса. Да? Счастье есть называется. А дай акантанс. Счастье есть. А сироп есть? Сотку дайте его найду. Сироп лишний есть? Сироп лишний есть. Сотка есть? Давайте. А нет? Акантанса. Счастье есть? Счастье есть. Да. На русском. Бумага, ручка есть? Да. Счастье есть. Да, все, запомнили, да? Счастье есть. Да, завтра увидите это. Окей. Сахмет. Купили мороженое, нашли подписчиков. Да. Это мороженое, кстати, требует времени. Нужно будет запастись терпением ровно на 10 минут. Ну, зато рожон будет свежим. Да. Они готовят здесь. О, как красиво делает. Красава. Да. Да это надо? Сосыр-то надо или что? Присыпку. Да не надо. Не надо? Да. Как красиво. Ай да мороженое. А вы двое будете, да, тысячи? Да. И ложка такая была. Да, если можно. Конечно, не могу. А как ты всегда, а? А, ну, Синдейвин. Я не понимаю. Это она не сфиксирует за вами. А, да, конечно. Блогеры говорили. Да, мы блогеры, да. А, да, да, конечно. А у вас не видно видно? Чуть-чуть, на трубку. Вот она, вот она. Ну, хорошо. Смотри, смотри. Надо было с мороженым сфотаться. Идем. С мороженым сфотаемся. С мороженым сфотаемся? Да. Вот такие позитивные люди в Чингкенте. Вот так, ну, поближе сделаем. Через выше. Вон, 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 ага. Оп. Все, справа. Все, ты деньги отдал? Да, сейчас за тебя нам принесешь. Да. Смотрите, как теплое такое мороженое. Надо повернуть, поверни ее. Теплое? Как повернуть? В камере, да. Вот так выглядит мороженое. Вот так выглядит мороженое. Спасибо большое. Приходите сюда. Счастье есть. Счастье есть. Ага. Спасибо. Ну на, Аленушка, зацени. Так. Так, тебе тоже можно, видишь, она положила специально две ложечки. Нет, ты с бобровой, я потом. Да. Шикардос. Мороженое прям банановое, обалдеть. Прям банановое, банановое? А здесь бананы, смотри. Ты не заказываешь банану, прям банан у Белона режет. Обалдеть, вкусно. На конфетку похоже или на жвачку? Да? Ну вкусно, да? Угу. В Чемкенте у вас будет только одна проблема. Как не поправиться? Да. Как устоять перед соблазном, покушать в очередной раз, попробовать еще что-нибудь. Все новое и новое. А мы отошли от ЖД вокзала всего лишь два километра. А Чемкент город очень большой. Самый большой в Казахстане. А вам я еще так и не попробовал. Ну, до них еще дойти нужно. А после того, как мы съедим мороженое, сядем на горки. Чтобы нам стало еще хуже, да или лучше? Чтобы утрястись и утрамбовать. Здесь вот еще одно кафе. Ну, судя по виду и по расположению, кафе не дешевое. Это Таукихана, да? А кто такой Таукихан? Просто хан? Ой, зеленый. Ну, пойдем. Хороший ответ. Хан. Таукихан, ну, понятно. В самом названии ответ хан. Что за хан? Надо, кстати, узнать, кто такой Казбекби. А вот и парк, смотри. Сверху. Да, вот Кенваба парк. Ребята, вы Чемкенские? Это Таукихана улица? Ага. А кто такой Таукихан? Хан. Все, да? И все, да? Ага. А что за король? Когда жил, где жил, что сделал? Точно не знаю. А вот это Казбекби, да? Ага. А кто такой Казбекби? Это... Это би, да? Это би родов. А, би такого рода. А где жил? Когда жил? Восьмой или седьмой. Молодец. До свидания. Спасибо. Вот. Что-то знают уже. Ну, молодежь-то должны знать. Они же сдают экзамены. Ух ты, как обновили Кенбабу. Смотрите, как красиво. Дорожки облагородили. Фастпут, верблюд. Нифига себе! Вот здесь Камилю, да. Целый город. Да, здесь Камилю отправим в разведку с камерой. Побегает внутри. В советских времен, благо, деревья остались. Вековые дубы. Некоторые отпиливают. Смотрите. Ну, дорожку классно сделали. Угу. Лидка такая. Угу. Вы мороженое будете? А то я сейчас еху. Ешь, ешь. Где здесь горки? Ешь. Время есть. А, я вот на вот этой хочу. Ну, этот, рогатка выстреливает. Пойдем туда? Как раз после мороженого шикарно. Не говори, после мороженого мне сразу плохо встал. Пойдем. Формула-1. Вот здесь надо проводить время. Угу. Там кафе-ка у нас. Здесь находятся несколько кафе, кстати, где тоже вы можете полакомиться всевозможными вкусностями, десертами. Кафе Мадлен. Остальные не помню название. Даже лебеди у нас есть. Мы, кстати, с Аленушкой в день нашего бракосочетания приезжали сюда. Сюда, да. Как раз дождь шел. Классно было. У Алены зон такой был прозрачный. Красивый такой. Угу. Белый-белый. Все аттракционы новые. Классно сделали. О, машинки. Вот это напоминание о Советском Союзе. Это, естественно, не советского времени. Машинки современные. А вон горки. Там. Че, как, Маронин, давай попробуй этот стаканчик. Вафля? Иди, давай. Осторожно. Угу. Угу. Итак, смотрите, как я буду пробовать этот стаканчик. Ммм, вкусно? Ну, знаешь, что, тесто напоминает эти, ммм, блины. Да? Сладкий такой блин, блинный вкус. Ммм. Просто толстые блины. Придумали, да? Шикарное мороженое. Я бы и сам погонял. С удовольствием. Кататься можно? Кататься можно? Ммм. Ммм. Угу. Угарки, наверное, работают только вечером или сейчас тоже? Пойдем узнаем. Здесь, кстати, на территории парка находится одно из самых старых архитектурных строений. Это был дом купцов, потом это был дом пионеров. В советское время, одно время он был церковью, был кукольным театром. Сейчас не знаю, что там. Кататься можно? Никольский. Никольский, что? Южно-казахстанский областной театр кукол. Здравствуйте. А какого года это здание? Начало 20 века. Начало 20 века. А изначально это как что строилось? Дом это был, да? Церковь. Церковь, да? Никольский собор. Никольский собор. Потом дом пионеров, да, был? Потом? Сейчас театр. Театр кукол. Спасибо. Спасибо. Никольский собор. Никольский собор, оказывается, это был в начале 20 века. То есть ему чуть больше 100 лет. Как мороженое? Все, оно кончилось? Я уже все съела. Пока ты там... Пуще вот так вот, да, выпустить надо. Вкусно, макс? Вкусно. Он сидит, работник, мальчик. Можно у него спросить, наверное, работает и великанский. Или они запускают, когда наполняются, тогда только делают. Спросите. Давай, доеди мороженое потом. Спросим. Поинтересуемся. Вот такие бесстрашные девушки в Шинкензе. Вот такие бесстрашные девушки в Шинкензе. Вау, нифигасе. Нифигасе. Вот это жесть. Вообще без эмоций. Да. Вот такие бесстрашные девушки в Шинкензе. Вы все пойдете, да? Ничего себе. По-своему. 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 Поехали.